Здравствуйте! В эфире главные события в стране за ближайшие сутки. Ялтная Токанова и вот, что сегодня вы увидите. Отставка за провал сезона. Депутаты угрожают отправить кабинет министров в отставку, если правительство провалит предстоящий зимний отопительный сезон. Эфир есть, прав нет. Телевизионные компании Кыргызстана намерены сообща отвоевывать местный рынок рекламодателей у иностранных вещателей. Кто защитит журналиста? Вопрос далеко не праздный, учитывая опасные условия, в которых приходится работать местные пишущие и снимающие братья. Правительство в отставку. Парламент готов освободить от занимаемых должностей премьер-министра и его кабинет, если зимой энергетики не смогут обеспечить бесперебойную подачу света и тепла в дома кыргызстанцев. Удивительно, зима еще не началась, а депутаты уже почти знают, что отключения электроэнергии будут и кому-то придется мерзнуть. Понятное дело, никто из нас с вами этого не хочет, но зачем угрожать правительству, если даже сами депутаты понимают, что техника все равно не выдержит? Парламент будет требовать отставки правительства в случае провала отопительного сезона. Это заявление прозвучало на заседании Дюгар-Кукинеша. Депутаты уже наметили срок. 10 января следующего года они решат, провалился или нет отопительный сезон в Кыргызстане. Что необходимо понимать под словосочетанием «провал отопительного сезона» нам объяснил депутат Даниар Тербешальев. Провал отопительного сезона – это веерное отключение. Провал отопительного сезона – это постоянные аварии. Провал отопительного сезона – это недовольство граждан. Все это, кроме веерных отключений, хотя, возможно, не обойдутся и без них, в Кыргызстане этой зимой будет. Примерно так заявляют чиновники Минэнерго. Оправдываются они просто. Отключения электроэнергии будут, потому что это техника, и она имеет свойство ломаться и перегружаться. Если следовать этому заявлению, логике депутатов, получается, что прощаться с кабинетом министров можно уже сейчас. Однако тогда отопительный сезон провалится еще быстрее, и последствия будут еще хуже. Наверное, надо сказать спасибо депутатам за то, что они не настаивают на немедленной отставке правительства, которое они, кстати, назначили сами же два месяца назад. Назначая два месяца назад, назначая и это так радостно, 113 депутатов проголосовав за этих членов этого правительства, и через два месяца оттребуя от них каких-то результатов, наверное, это несерьезно. Знающие о проблемах энергосектора Кыргызстана не понаслышке Сапарбек Аргамбаев удивляются, как можно наказывать людей за чужие преступления. Ведь в том, что устаревшее оборудование не ремонтировалось и не заменялось 20 лет, виноваты как минимум прежние руководители. Они тем самым хотят свое влияние на фоне влияния на решения в масштабе государственных решений, которые проходят, и свою значимость парламентской системы, которая на сегодняшний день есть. Легче всего сказать, что проблемы есть, но извините, мы не можем, тогда надо же решать же как-то. Но если вы не решаете, тогда, извините, уступите место тому, кто будет решать. То есть, если мы не будем ставить каких-то рамок, если мы не будем требовать, то тогда смысл тогда вообще избирать правительство, для того, чтобы оно просто сидело и ничего не делало, ничего не решало. Вот вопрос же в этом же. Чиновников в правительство за руки никто не тянул, утверждают депутаты. Поэтому уверены, что отставка Кабмина в конце зимы – верное решение. Между тем, многие эксперты поговаривают, как бы до того времени депутатов самих бы не разогнали. Слишком много в последнее время недовольных граждан выступают против парламента, которому, к слову, легче припугнуть правительство отставкой, чем помочь ему преодолеть зиму. Аркин Олымбеков, Багат Пашалиев, Бешкек, Кыргызстан. Порядочное движение. Один из самых оживленных и сложных перекрестков столицы в районе Ожского рынка оснастили современными светофорами со встроенным датчиком учета автомобилей. Кроме того, обновлен подземный переход, который отныне будет постоянно находиться под наблюдением милиции с помощью видеокамер. Поскольку перекресток расположен вблизи одного из самых крупных рынков Бешкека, народ пока не привык переходить дорогу по правилам. Многим привычнее перейти на перерез проезжающим машинам. Кстати, чтобы избежать экстессов, в день открытия вдоль трассы были расставлены сотрудники милиции, которые показывали горожанам и гостям столицы, как и где нужно переходить данный участок дороги. Вполне возможно, что потом правильный способ перехода автотрассы войдет в привычку у горожан. Тем более, что поток машин здесь не прекращается ни днем, ни ночью. В целях безопасности пешеходов были установлены специальные островки безопасности. Общая сумма, которую затратила иностранная компания на установку светофоров – 70 тысяч долларов. Руководители проекта отметили, что если столичная мэрия заинтересуется данной идеей, то они готовы устанавливать подобные светофоры в других местах столицы. Что касается качества, то проблем с техникой в холодное и жаркое время года не должно быть. Мы надеемся, что данная система поможет более эффективно регулировать движение на перекрестке, наглядно подскажет водителям, куда двигаться можно, в каком направлении нужно поворачивать, в каком направлении запрещено движение. Система рассчитана на температурный диапазон от минус 20 до плюс 60. Это температура внутри самого оборудования механизма. Несправедливая конкуренция. Каргызстанские государственные, общественные и частные телекомпании не в состоянии соперничать со своими зарубежными коллегами. К такому мнению пришли руководители практически всех местных телеканалов. Такая ситуация, по мнению участников телевизионного рынка, сложилась из-за того, что большая часть средств от рекламы поступают посредникам, которые ретранслируют российские каналы. Передача российских телепроизводителей пользуется большим спросом в Кыргызстане, вследствие чего продавцы эфирного времени получают за размещение рекламы немалые деньги, особенно во время выборов различного уровня. Руководители местных телеканалов решили объединиться и создать свой профильный комитет, но пока не ясно, кто из госорганов его поддержит. К тому же, директора медиакомпании признают, что уже давно пора переходить на цифровое вещание, однако, как всегда, средств на это не выделяется. Они надеются, что власти не только на бумаге поддержат их предложения, но и окажут им финансовую поддержку. Кроме того, предлагается ограничить время зарубежных каналов, которые вещают на местной чистоте. Но пока говорить о каких-либо кардинальных изменениях на Кыргызском ТВ, говорить не приходится. Нужно договариваться и попытаться провести некий совместный тендер и сесть на один спутник, арендовать один спутниковый сегмент, для того, чтобы все национальные каналы были в одном флаконе. Я говорю не только о государственных каналах, я призываю к этому присоединиться, и частные каналы. Даже в совокупности 5-7 национальных каналов не будут конкурировать с 70 каналами международными. Значит, нужно сесть на тот спутник, на котором они вещают. Моя милиция меня не бережет. Представители СМИ бьют тревогу. Встревоженные участившимися фактами нападения на журналистов, в том числе и со стороны сотрудников правоохранительных органов, работники прессы решили обсудить проблему с силовиками. Высказав порцию критики в их адрес, сотрудники масс-медиа получили неожиданный ответ в виде вопроса. Может быть, вы сами заслуживаете такого отношения? Глаза и уши общества, четвертая власть, носители свободы. Эти эпитеты в адрес СМИ как-то не успокаивают человека, когда он выполняет свои профессиональные обязанности, а его за это сначала дубинкой по голове, потом разбивают телекамеру, а напоследок одаривают порции хорошего мата. Причем все это делает не какой-нибудь хам трамвайный, а сотрудник милиции. Таких фактов нападений на журналистов с участием и сотрудника власти, и без них за этот год сами представители СМИ насчитали целую дюжину. А потом решили, молчать дальше нельзя. И организовали вот такую вот встречу с представителями руководств силовых органов. Мы собрались для того, чтобы просто сверить часы и узнать, государство и средства масс-информации стоят на одной стороне или по разной стороне. То есть мы все хотим, чтобы была свобода слова и демократия в стране. Или кто-то хочет, а кто-то против этого. Выясняется, что в принципе никто и не против. Правда, до этого выяснения журналисты, что называется, оторвались. Около полутора часов по очереди они критиковали то милицию, то сотрудников службы охраны высокопоставленных чиновников, то прокуратуру. И, наверное, было за что, потому как сами представители силовых органов молча кивали. И тут за них неожиданно вступился советник президента Фарид Ниязов. Он, кстати, сам в прошлом журналист. А вот почему такое отношение к журналистам стало в последнее время? Ведь лет 10 назад, 15, такого отношения не было. Ведь отношения не только к правоохранительным органам. Эти ребята, которые стоят в отцеплении, они же всего лишь отражают, наверное, то, что есть и в обществе. В обществе отношение к журналистам несколько другое. То есть, получается, журналисты сами заслуживают к себе такого отношения, что даже милиция их бьет. Такая риторика советника президента у представителей СМИ, конечно, вызвала шквал недоумения. С такой философией, по их словам, скоро на съемки отправлять уже будет некого. Потому как уже сейчас корреспонденты телеканалов или других СМИ выбирают лучше остаться без работы, чем без здоровья или вообще жизни. Журналист, когда идет выполнять задания редакции, особенно это касается освещать митинги или же какие-то другие массовые мероприятия, он сам себе должен обеспечить безопасность, к сожалению. Вот мы сейчас ставим вопрос о том, чтобы сделать все возможное, чтобы наши журналисты были в безопасности. Но это очень сложно сделать. Своя редакция хочет, но не может обеспечить безопасность. Милиция, получается, наоборот, может, но не хочет. Вот как работать тогда рядовому корреспонденту? Вопрос, к сожалению, становящийся почти риторическим. Профессия журналиста становится все опаснее и опаснее. Такова информационная картина дня. Наша новостная служба следит за событиями и всегда готова рассказать о них. До свидания.